всем привет с вами дмитрий урсул и свершилась радостная новость вышло обновление logic вышла минорное обновление то есть это не 10.8 это 10.7.5 но в отличие от предыдущих минорных версий которые были 10.4 3 и так далее здесь это реальная работа над своими скажем так недоработками и ошибками и улучшениями которых лично я половину которых я ждал могут реально последние лет 5 а то и 6 и в этом видео я по порядку обо всем прям как говорится шаг за шагом расскажу поэтому садитесь поудобнее подключайтесь и после просмотра данного видео вы будете знать все о новых фичах которые появились в этом обновлении ну соответственно я нажимаю обновить ну что ж запускаем лоджик уже версии 10.7.5 нас приветствует новый лоджик смарт-темпо гейн тул но все мы это сейчас обязательно посмотрим итак давайте начнем по порядку в первом очередь это возможность упаковки одних самин стеков в другие самин стек как это работает и для чего это нужно это очень полезно при работе например с каким-то комплексными инструментами например как барабанную установку вот у меня здесь есть давайте послушаем как это звучит это обычная установка из лоджик которая вывел просто по канально импортировал обратно так вот зачастую когда мы переходим к сведению барабан установки нам нужно в первую очередь обработать бочку с нейр какие-то отдельные элементы там железо томы и потом все уже обработать вместе то есть наложить общую компрессию может быть где-то эквализацию сатурацию на всю барабанную установку для этого всегда звукорежиссеры используют шины то есть объединяют бочку оба микрофона в одну шину чтобы ее обрабатывать как единое целое то же самое со снеером работает с оверхедами и так далее и раньше чисто визуально это было неудобно потому что у нас каждый самин стек то есть либо вы все барабаны упаковываете в один самин стек либо просто отдельные элементы барабанной установки но все равно они у вас как бы как неприкаянные лежат сами по себе теперь можно это изменить мы выбираем крэй трек стек выбираем самин стек вот мы бочку упаковали можно назвать от кик далее то же самое делаем со снеером ну можно сюда кстати хэн клэп тоже добавить пускай будет объединим томы и объединим все остальные элементы рум лик оверхеды и хай-хэты но есть такие скажем рум майки для железа то есть для съема больше железной части барабан установки вот все это назовем и соответственно раньше была проблема с тем что назовем overheads или symbols чтобы было понятно то есть вот у нас есть четыре группы барабанных инструментов и вот они в таком виде были это не очень удобно потому что бывает нужно часто объединить все это в общую скажем так группу и точнее шину барабанов чтобы сделать общую компрессию или параллельную компрессию и так далее и вот теперь мы можем выделить эти сами стек треки опять нажать создание сами стека их упаковать в еще один сами стек вот и теперь его назвать drums то есть это очень удобно теперь у нас есть общий сами стек для барабанов и внизу внутри точнее уже есть отдельные сами стеки можно микшер тоже их открывать сами стеки для тех или иных групп уже самих барабанных групп то есть для бочки для снейра и так далее то есть это очень удобно этим можно пользоваться много где если вы знаете и пользуетесь драм-машин дизайнером вы знаете что любая электронная драм-машина в лоджик создается тоже как сами стек трек и у меня раньше были с этим проблемы потому что есть мне нужно было несколько элементов оттуда использовать у меня копилось огромное количество драм-машин их нельзя было объединить и сложить в одну общую шину то есть приходилось просто упаковывать в обычную папку хотя папками до сих пор пользуюсь и буду пользоваться но все равно иногда хотелось объединить на некую шину общую все драм треки и теперь их можно вот так вот с помощью самим трек стека упаковывать в общую шину и это и визуально работает ну естественно по маршертизации это тоже работает с каждым обновлением секвенсор logic pro обрастает все большим количеством функций меню и инструментов а вы до сих пор не можете понять как все это выучить и самое главное как использовать на практике никаких проблем я подготовил для вас максимально подробный видеокурс состоящий из нескольких частей в котором в мельчайших деталях разбираю все возможности секвенсора logic pro в теории и на практике каждая часть продвинутого курса logic pro это отдельный мини курс поэтому можно смотреть в любом удобном порядке ну а после просмотра всех частей курса вы сможете считать себя самым продвинутым пользователем logic pro а процесс работы с музыкой станет гораздо быстрее насыщеннее и увлекательнее не откладывая обучение на потом начни прямо сейчас ссылка в описании к этому ролику итак следующая фишка который я лично очень долго ждал она правда реализована не совсем в том виде в котором я ожидал я все-таки думал что это будет что-то как аля как про тулус или как у бейсе но такая реализация тоже хороша речь идет о изменении риджан гейна то есть это входной гейн на дорожку то есть именно считывание громкости из файла как вы знаете что мы для этого нам приходилось раньше выделять регион заходите сюда в закладку риджан вот здесь гейн зажимать мышкой и тянуть вверх-вниз чтобы вот этот самый гейн региона изменять либо увеличивать либо изменять либо подгонять то есть например если мне хочется какой-то там удар сделать погромче я просто выделяю нужный регион обрезаю его и его только делаю громко то есть приходилось вот постоянно туда-сюда прыгать путешествовать для новичков и кто только-только переходил на logic с других секенсеров это тоже была головная боль никто не понимал как это сделать и вообще многие путали с автоматизации громкости хотя это не то же самое то есть каждый выходил из ситуации как мог кто-то ставил плагин гейн первым слотом и автоматизацию прописывал но к сожалению в этом случае не было удобного и наглядного визуального отображения что у нас меняется уровень волны то есть было очень много недостатков в таком режиме и ну конечно мы справлялись то есть работать было можно но не так комфортно теперь производители запал решили добавить фичу в инструментарий то есть у нас появился новый инструмент который называется гейн ту я его назначу на правую кнопку мыши то есть у меня до этого всегда использовались ножницы но отныне я и кстати ножницами практически никогда не пользуюсь я обрезаю всегда с помощью марки tool двойным кликом там где мне нужно либо выделяю обрезаю поэтому ножницами я в принципе практически не пользуюсь поэтому для меня это очень удобное решение это назначено у меня на праву кнопку мыши и соответственно я просто выделяю теперь гейн тул и на правой кнопкой мыши если я зажму вот у меня появляется такая линия и соответственно если я поднимаю но для этого нам нужно переместиться начало регион давайте обрежу было более наглядно визуально понятно что происходит то есть теперь когда я правой кнопкой мыши нажимаю вот у меня здесь в начале региона показывается насколько я изменил гейн ну естественно визуально это тоже отображается на самом регионе то есть аудио форма тоже меняется это очень удобно то есть теперь не нужно скакать вот сюда прыгать и что что-либо менять это же самое могу сделать с отдельным каким-то звуком то есть вот уже даже сейчас мне очень удобно сразу прям выделять нужный регион нужный момент какой-то и что-либо менять то есть довольно классная фича я буду я однозначно пользоваться каждый день очень удобно конечно это не совсем тот клип гейн в котором я его ожидал увидеть то есть я думал что либо появится какая-то специальная кнопочка сверху или где-нибудь еще на регионе который позволяет это быстро делать либо появится какой-то график как в pro tools например это реализовано но так или иначе это тоже хороший вариант то есть таким образом можно быстро менять гейн и это уже скажем такой на полпути разработчики к тому чтобы сделать полноценную кривую потому что мне надо не хватает все-таки когда нужно вытащить например хвост у бочки допустим мне приходится ее обрезать и только тогда увеличивать отдельно ну или у вокала там или еще каких-то инструментов то есть вот чтобы миновать вот эту вот стадию обрезки было бы здорово иметь какой-то некий общий график клип гейна ну точнее рейджинг гейна и менять вот как раз плавно вот это вот этот гейн и чтобы волна тоже следовал за этим плавным изменением но пока у нас ступенчатое изменение есть только и в любом случае это удобно это кстати работает не только с аудио это работает с midi но только с велоситы визуально мы стали сейчас ничего не увидим то есть я сейчас просто здесь вот поднимают у нас ничего не меняется но если мы обратим внимание вот сюда то велоситы у нас изменяется то есть я вот просто правой кнопкой мыши зажимает и тяну верх вот мы видим что слева велосити меняется и вниз опускается то есть это как бы общей велости меняется у нас для всех not но смысл в том что конечно визуально внутри самого клипа у нас ничего не меняется то есть гейн это не то же самое что выделить ноты и например вот здесь увеличить то есть мы не с не совсем редактируем миди вот использовать этот гейн а мы как бы меняем то с какой громкостью logic его воспроизводит то есть у нас внутри может все остаться как было то есть мы просто хотим послушать а чтобы было бы если бы велосипед были чуть более такие напористые скажем более громкая подача то мы можем просто вот здесь вот увеличить у нас под капотом все остается как есть то есть здесь велосипед у нас не меняются то есть еще раз говорю не путайте с этим слайдером то что вот здесь происходит но воспроизводится будет это с большей скажем так громкостью вот либо наоборот делаю более более плавно еще по привычке меня все хочется мышки туда переместиться надо привыкнуть тому что можно отсюда все регулировать ну думаю идея вы поняли потом можно поставить здесь ноль и у нас будет все воспроизводится также как и здесь но в любом случае инструмент очень удобно и теперь он будет у меня однозначно всегда присутствует на правой кнопкой мыши и так следующий крутая фича это возможность записи миди данных с миди эффектов то есть как вы знаете миди эффекты у нас предназначен для того чтобы как-то виды видоизменять то миди информацию который поступает на трек ну самое частое использование это арпеджиатор или корп тригер то есть в случае арпеджиатора мы зажимаем аккорд и уже арпеджиатор сам нам преобразует его в какую-то секвенцию либо полифоническую либо просто аккордами расставляет ну то есть арпеджиатор я уверен вы неоднократно им пользовались так вот раньше давайте продемонстрирую то есть мы можем что-нибудь записать с помощью арпеджиатора вот и у нас все это записывалось вот в таком виде то есть виде длинных нот которые я удерживал пока арпеджиатор играл и потом если что-то хочу отредактировать или мне не нравятся какие-то определенные ноты которые мне арпеджиатор сделал я к сожалению ничего сделать не могу мне приходилось пользоваться всякими костылями отдельными специальными плагинами от сторонних производителей которые позволяли записывать то что воспроизводит арпеджиатор и перетягивать как миди регион отдельный на дорожку но это все очень неудобно это такие скажем напрямую костыли не это не так скажем так юзабельно в каждом проекте поэтому давайте сейчас продемонстрирую как это работает иначе ну давайте сперва настроим все таки чтобы что-то было у нас более интересное например сделаем вариацию на две октавы ну допустим что-то такое и теперь у нас появилась дополнительная опция то есть мы наводим на миди эффект вот здесь и в самом низу у нас есть функция record миди to track here я потом объясню что значит вот именно почему track here откуда здесь слово здесь появилось но вот сейчас мы нажмем мы видим здесь такие у нас появились рыжие стрелочки и давайте попробуем сделать все то же самое записать просто наш арпеджиатор ну думаю идея вы поняли вы видите что здесь пишется уже не аккорд который я держу опишется сам сама партия арпеджиатор то есть я могу любую ноту отредактировать как-то сдвинуть может быть что-то подправить то есть если мне не все нравится что делает арпеджиатор это очень теперь удобно просто раньше реально приходилось либо мириться с тем как все это генерируется либо переводить через специальные плагины в миди вот такое и уже дальше редактировать то есть как я уже сказал очень много лишних действий теперь все это делается напрямую так вот давайте пару слов я расскажу по поводу вот этой пометки here на самом деле у нас здесь может быть несколько плагинов установлены в цепочке и мы можем решить откуда именно мы хотим записывать вот этот миди сигнал на дорожку и очень важно что если мы ставим запись вот здесь на данном случае мы после арпеджиатора то арпеджиатор уже не будет действовать когда мы будем воспроизводить файл раньше такого не было то есть раньше все что мы записывали редактировали автоматически проходило через цепочку теперь у нас как бы в байпас уходит то что уже записалось а все что идет ниже вот этих вот то есть если сюда что еще поставлю все что идет ниже этих рыжих стрелочек она как бы активно и действует в реальном времени когда мы работаем с миди но если мы хотим чтобы это тоже перенеслось нами на миди дорожку нам придется заново то есть убирать вот эту вот эти стрелочки ставить уже их вот сюда данном случае так и записывать заново материал вот поэтому тоже имейте ввиду лучше сразу определиться после после чего вам нужно точно перенести в миди после какого плагина а какой плагин хотите все-таки оставить чтобы была возможность его подредактировать позднее поэтому имейте ввиду но очень полезно однозначно для арпеджиатора вот эта функция записи и очень полезная функция например для корт фигер то есть если вы играете просто одним пальцем и корт фигер преобразует то что вы играете в уже готовые аккорды то есть тоже очень удобная фича так это работает очень здорово давайте двигаться дальше хотел рассказать про функцию и был там миди линк я не буду показывать полностью подробно как это работает потому что я не меня нету и болтон в общем суть вот в чем если у вас есть несколько компьютеров например вы ваш компьютер и компьютер вашего друга который работает на и болтон и вам приходите вместе выступить на концерте или вместе поджимом поджимовать студии вы можете сделать так что лоджик и и болтон будут друг с другом слинкованы и соответственно если вы нажимаете на play в лоджике у вас также запускается и и болтон то есть это очень удобно для джемов ваш друг может играть через болтон его привычными инструментами может что-то там включать какие-то миди клипы вы можете делать то же самое используя тот же самый life loops то есть отсюда воспроизводить что-то в реальном времени и такая у вас будет синхронизация например для концертов нам нужно зайти в настройки проекта project settings тоже кстати settings и здесь есть закладка synchronization и мы можем здесь выбрать и болтон link у нас появляется вот такая кнопка здесь на панели инструментов который позволяет нам собственно его включать то есть мы здесь можем переключиться на и болтон link у нас включается и для того чтобы здесь с этим можно также поставить галочку transmit play and receive старт-стоп то есть таким образом вы можете нажимать воспроизведение либо на и болтоне либо на лоджике и они будут одновременно играть и запускаться что для этого нужно нужно чтобы оба компьютера были подключены к единой вайфай сети это очень важно без этого естественно этот линк работать не будет но когда линк включен у вас это отображается собственно здесь и в темпе и во всех остальных функциях то есть такой синий цвет горит и даже playhead тоже окрашивается в синий цвет говорят говоря о том что мы подключены и связаны с каким-то внешним устройством так что пользуйтесь этой функцией тоже для концертов прям супер фича для джемов с разными музыкантами у которых не обязательно должен быть лоджик установлен поэтому пользуйтесь очень 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 круто надеюсь что кому-то пригодится следующая очень классная функция это free tempo recording это функция которая позволяет нам чуть лучше адаптироваться под smart tempo как вы знаете есть такой редактор smart tempo который позволяет нам записывать без метронома какие-то аудио или миди партии и потом лоджик сам поймет в каком темпе мы играли особенно если этот план темп плавающий он тоже это все поймет с помощью smart tempo и подгонит темп проекта а точнее tempo трек нашего проекта вот то как мы сыграли так вот с помощью free tempo recording у нас еще появляется как дополнительные функции по управлению тем как лоджик и что соответственно лоджик будет делать после того как мы сделаем запись для этого нам нужно здесь сделать кастомайз control bar и выбрать здесь free tempo recording значит выглядит эта кнопка вот таким вот образом не путать кстати с capture recording которая раньше была она тоже была похожа вида теперь capture recording выглядит немножко немножко иначе давайте покажу теперь она выглядит вот с таким квадратиком но нас интересует вот этот free tempo recording работать очень просто я сейчас вам покажу на примере записи гитары я просто в своем темпе сыграю и просто объясню что дальше будет происходить давайте поставим запись вот я остановил запись и теперь у меня logic предлагает такие вот варианты что делать дальше с той записи который я произвел наживайте я расскажу что означает каждая функция первое apply region tempo to project то есть то что я здесь наиграл logic проанализирует через smart tempo и соответственно подгонит это под кривую но это тоже самое что было adopt режим вот здесь в режиме записи для тех кто не понимает о чем идет речь рекомендую свой курс продвинутый курс часть 11 который полностью посвящена smart tempo и я там тоже рассказывал про вот эту запись но здесь будет примерно то же самое то есть я могу выбрать и у меня просто logic просканирует мой файл как я его сыграл и адаптирует кривую темпа трека под то что я наиграл дальше apply average region tempo to project это примерно то же самое только logic попытается поймать что-то средне то есть мой какой-то усредненный темп с которым я играл поставить его здесь но естественно моя запись будет немножко плавать где-то я буду чуть раньше метрономы играть где-то чуть позже потому что сам файл не меняется то есть то то скорость с которой я играл она останется как бы неизменной но лоджик хотя бы попытается какой-то приблизительно темп поймать и соответственно если я буду закидывать какие-то барабаны еще что-то я конечно не буду идеально попадать в эти барабаны но хотя бы они будут где-то рядом поэтому если вам прям нужно супер четкость конечно лучше использовать первый вариант но быть будьте готовы к тому что у вас будет темпа трек прям весь такой в ступеньках в зависимости от того насколько вы отходили от какого-то усредненного темпа то есть ускорялись замедлялись и так далее дальше apply region tempo to region точнее project to region это уже задействует flex time то есть у нас сперва smart tempo анализирует в каком темпе мы сыграли потом из этого делать некую кривую то есть ну с каким-то изменением допустим я сыграл в темпе 110 плавал до 112 здесь перепустился до 108 то есть где-то вот так вот я плавал какая-то кривая получилась дальше лоджик автоматически в фоновом режиме включать flex time привязывает моют этот регион к вот этому кривому темпу а потом ускоряет его до того темпа в котором у меня проект данном случае у меня сейчас проект 120 соответственно если я выберу эту функцию то у меня включится flex и мой файл ускорится и соответственно если мы выберем don't analyze region tempo change project tempo у нас ничего не произойдет то есть темп проекта останется каким он был в данном случае 120 а мой файл останется таким же скажем так кривеньким в своем темпе и никаким образом не связанным с ложек то есть это по сути ничего не делание вот ну давайте попробуем наверное самый такой комплексный подход это apply project темпа то режим наш темпа и вот термия темп 120 если я включу flex вот у нас лоджик предлагает что если мы не согласны где-то с даун битом то мы можем это поменять давайте попозже это сделаю и давайте послушаем как что у нас происходит ключ и метроном ну то есть все прям довольно четко но может за исключением вот последнего самого удара потому что все таки вот здесь должно быть должен быть должна быть сильной доля но это уже нюансы в целом ложек сделал отличную работу и вот я использовал free recording free темп recording точнее ну а дальше давайте перейдем собственно к улучшением smart tempo итак давайте рассмотрим еще одну функцию которая у нас появилась в smart темпа я здесь записал еще одну гитару без привязки к темпу и без free темп рекординга просто обычной записью открываем файл то есть он еще не просканирован и давайте я здесь посмотрим как у нас smart темпа определил этот файл сделаем аналайз темпа ну лоджик в данном случае меня проанализировал все максимально верно все очень грамотно в нужном месте поставил down beat но что если у нас вдруг что-то не совсем верно сделано как вы знаете я об этом рассказывал в продвинутом курсе часть 11 посвященная smart м по этому редактору если мы что-то меняем здесь или видоизменяем бывает очень часто что приходится все сдвигать а из-за этого у нас раз начинает что-то расползаться в конце нашей записи и это не очень удобно то есть smart темпа из этого становится очень таким скажем сложным в использовании потому что приходится много всякой работы делать перетягивать вот эти отдельные маркеры чтобы все все-таки совпадало теперь у нас есть режим который называется хинк мод это режим подсказки который позволяет нам подсказать smart темпа где он ошибся после чего smart темпа как бы сделает работу над ошибками переанализирует уже используя наши вводные данные и более точно определить темпы какие-то смены может быть пульсации кстати это тоже бывает бывают какие-то сложные композиции где есть там вставки из 3 четвертей 6 четвертей и так далее и logic раньше не всегда это очень четко и точно понимал особенно в записи где нет там таких явных транзиентов как здесь все такое более смазанный все более плавное он очень часто путался и работа со smart темпа просто становилась кошмаром приходилось прямо в реально вручную ловить каждый удар это очень сложно и смысла от smart темпа уже практически не было теперь же мы можем подсказывать как это работает вот это верхнее поле мы можем здесь поставить где на самом деле у нас downbeat но в данном случае действительно он правильно определил но если бы он неправильно определил а вот определил бы что у меня как будто бы downbeat был здесь я могу поставить сюда но есть например вы хотите сместить партию вы можете вот сюда поставить downbeat например а сюда поставить что у нас следующий бит просто идет и тут тоже следующий бит идет здесь следующий бит идет например а дальше идет опять downbeat то есть можно таким образом как бы сдвинуть партию в данном случае на 2 четверти то есть в бок как будто я сыграл чуть иначе давайте послушаем сейчас он мне воспроизвел так как он изначально определил но после моих подсказок я могу нажать apply changes и теперь мы видим что первый такт у меня встал туда куда я определил и теперь у меня сильная доля будет как бы с моих вот этих вот первых ударов по струнам и все остальные доли тоже поменялись то есть это очень удобно конечно в данном случае сейчас сделал неправильную вещь потому что у меня все-таки downbeat должен быть здесь но так как у меня здесь запись довольно ровная очень легко здесь было просто переключить через обычный режим то есть вот такое переключение но как я уже говорил иногда в некоторых сложных аудиофайлах такой метод вот по старинке он не сработает поэтому нам придется все-таки зайти кинт режим по-другому переставить подсказки для причем это можно делать не только в начале так то можно делать где-то и в конце если где-то там были ошибки и smart tempo все переанализирует после чего можно опять применить это к проекту и проект у нас станет ровный по соответственно тому как у нас определился здесь в smart tempo ну давайте нажмем play и вот теперь мы видим что у нас темп темп темпа трек полностью следует за темпом моего аудио файла в общем очень удобная фича вот этот хинк мод прям супер я буду постоянно пользоваться и здесь есть кстати еще центральная зона если мы все наведем и выберем например вот этот кусочек и зажмем допустим shift и вот так вот выделим эту зону мы можем нажать сюда правой кнопкой мыши и здесь есть функция lock range то есть если я нажму lock теперь вот мы видим что здесь вот у нас замочек появился то есть вот эта зона у нас не меняется и если я что-то где-то здесь по-другому проанализирую то есть хинты поставлю что здесь что-то по-другому у меня и нажму опять apply changes вот эта зона не поменять то есть если я уверен что здесь у меня сейчас он все правильно определил и я не хочу чтобы меня здесь что-то сдвинулось или что-то поменялось то smart tempo будет применять свои скажем так работу над ошибками только в тех зонах которые оставил не золоченными это очень опять же удобно бывает в тех частях когда smart tempo например 80 процентов файла определил правильно и только какие-то брейки какие-то переходы какие-то сбивки он определил неправильно в аудиофайле вы можете вот собственно правильные части вот таким образом залочить а неправильные наоборот ему с помощью этих подсказок указать где он ошибся после чего smart tempo гораздо более точно определить то есть основываясь на том что мы залочили что он понял правильно и том что он не понял неправильно он уже сделать точно абсолютно четкую картинку даже для самого сложного аудиофайла и вы уже дальше сможете с этим работать то есть на самом деле этот режим просто суперский его реально не хватало и очень здорово что он теперь добавил стиль smart tempo стал точно максимально таким профессиональным и независимым инструментом для работы с темпом ну из самых больших обновлений это такие самые были основные фишки но есть еще много маленьких и очень приятных первое из них это то что мы можем теперь педали из нашего педал борда в лоджик использовать отдельно то есть раньше нам нужно было ставить педал борт и сюда перетаскивать какие-то педали ими пользоваться причем даже если мы не хотим это использовать для гитар а использовать для каких-то других партий то есть например в педал борде есть очень крутые дела и которых нету вот просто как плагины в лоджике здесь есть очень классные модуляции хорусы фленджеры довольно интересные которые были воссозданы из реальных гитарных педалей и очень часто звукорежиссеры хотели бы использовать такие эффекты в обычном продакшене или в обычном сведении но как-то ставить педал борд ради одной педали пропускать через через него сигнал какой-то да там вокал это не так скажем так применительно то есть не как бы об этом не думаешь то есть пытайся пытайся заменить это чем-то другим но теперь мы можем сделать по-другому мы можем открыть вот эту секцию эмпсон пеналс и нас появилась новая секция стом бокс из то представляет из себя те же самые категории что у нас были вот здесь вот они то есть мы можем то же самое выбрать и поставить например какой-нибудь делай допустим spring box уже после ревера это очень удобно их можно растягивать эти педальки как видите они в хорошем разрешении сделаны то есть их дизайн чуть обновили есть здесь конечно же свои пресеты то есть все очень удобно и это можно использовать как прям полноценные плагины отдельные то есть как эффекты то есть теперь по сути у нас добавилась куча новых эффектов в лоджик встроенных благодаря педал борда потому что здесь реально очень классные эффекты но из-за того что раньше приходилось использовать плагин педал борд и здесь вот их как-то искать и сюда добавлять это было не так удобно и нет как бы ты об этом вспоминал в последнюю очередь что есть такая возможность теперь эти плагины можно вводить свой арсенал ежедневный ими пользоваться потому что здесь и как я уже сказал реально есть очень крутые эффекты которых нет виде отдельных каких-то плагинов в лоджик но теперь есть то есть теперь у нас есть отдельный плагин и кстати они прямо так называются своим названием то есть очень удобно их можно использовать и в посылах и в инсертах как угодно в любой последовательности и не только с гитарами с любыми другими инструментами с вокалами с синтезаторами и так далее поэтому очень классная фича пользуйтесь я точно буду пользоваться привет коллега встречаем ежемесячная подписка одно видео за 2 рубля все как вы любите много за недорого как тебе такой илон маск полный доступ 24 на 7 к абсолютно всем курсам без ограничений формате ежемесячной подписки как это работает например выбираем тариф живая музыка он состоит из 490 видео уроков на данный момент это 28 курсов вот его содержание с выходом новых курсов они будут сразу добавляться в тот или иной пакет в зависимости от тематики и будут доступны сразу же всем подписчикам этого пакета как получить доступ нужно купить подписку на этот тариф нажимаем кнопку купить и мы попадаем на сервис бусти где и происходит вся магия здесь мы уже все подготовили отсортировали по полочкам сделали удобную навигацию все в одном месте жмем подписаться проходим быструю регистрацию по номеру телефона или авторизируемся через любую социальную сеть в один клик выбираем количество месяцев для подписки жмем купить и готова так что шутки в сторону коллега пора обучаться по крупному действуйте прямо сейчас следующая фича у нас относится к dolby atmos то есть если я выключу dolby atmos и здесь выберу dolby atmos у нас окей как вы знаете из обновления 10.7 который я тоже обозревал на нашем youtube канале обязательно посмотрите если не смотрели у нас появилась возможность работы со спешил аудио и теперь здесь у нас есть мониторинг формат раньше был только dolby renderer и apple renderer а теперь еще появились дополнительные функции которые у меня к сожалению недоступны потому что я пока пользуюсь monterey mac os соответственно 12.6.1 на винтуре вот эти функции доступны и также они доступны пользователям у кого есть iphone с ios 16 как это работает то есть у нас как вы знаете вот эта бинауральная бинауральная точнее система анализа она зависит в том числе и от размера наших нашей головы и ушей ну для тех кто не в курсе бинауральности это значит что он воссоздает как бы как будто мы в наушниках в живом каком-то пространстве и соответственно чтобы услышать все преимущества вот этого мониторинга dolby atmos мы обязательно должны это бинауральный режим включить там без него мы просто половина дорожек не услышим с бинауральным режимом у нас все эти дорожки таким образом как бы вокруг нас в наушниках выстраиваются как будто мы реально сидим в комнате dolby atmos где у нас там порядка 15 колонок саб сабвуфер то есть вот эти все разные колонки у нас слева справа точнее 10 где-то у нас слева справа расположены и мы слышим из реальных колонок с разных сторон сверху снизу сбоку какие-то источники звука но если мы работаем наушник у нас всего левый и правый динамик только есть и вот собственно этот бинауральный режим он помогает как бы адаптировать вот эти два наушника под вот эту скажем так виртуальную комнату с кучей источников так вот раньше нас были просто стандартные пресеты которые были такие унифицированные для всех а теперь так как у нас появились новые airpods и и обновления вот про 2 р под 3 р под макс там есть теперь с помощью авиа 16 возможность записать размер своей головы и соответственно вы сохраняете профиль у себя в айфоне и он подключаясь через icloud вам здесь даст выбрать свой персонализированный спешил аудио профиль то есть вы просто его создаете и можете его здесь выбрать плюс вы еще можете включить хат трекинг то есть если вы его включая включаете то это работает только если вы работаете через airpods то есть если вы в лодике подключены через airpods и слушаете через них то вас включается хат трекинг и информация с airpods будет передаваться на logic и звуки соответственно в dolby atmos будут тоже меняться в зависимости от того как вы крутите головой то есть вы будете то больше слышать левый канал то правый то верхний то нижний зависит от того как вы будете смотреть лево вправо вверх вниз и так далее то есть это такие улучшения для тех кто предпочитает работать с dolby atmos сразу в наушниках от apple и но это имеет смысл да если вы прям сводите для dolby atmos для apple music чтобы потом слушать собственно в apple music вот это dolby atmos микс и естественно имеет смысл сразу это проверять на airpods потому что именно в airpods их потом любой слушатель будет воспроизводить ваш микс в dolby atmos поэтому имеет смысл как звук режиссеру сразу прослушать как это будет звучать для конечного пользователя поэтому эти функции очень важны ну и соответственно они доступны как я уже сказал только на mac os ventura то есть сейчас они мне недоступны потому что у меня еще монтарей и они будут работать только если вы сделаете дополнительный анализ с помощью airpods и айфона и также если у вас есть airpods без airpods все равно у вас эти функции работать и не будут то есть имейте в виду по поводу dolby atmos ну давайте поговорим о оставшихся доработках в лоджик ну небольших но правда одно из них будет очень важным для многих значит первое из таких минорных это то что у нас settings переименовались точнее preferences переименовались settings то есть настройки ложек теперь называется settings я думаю что это сделано для того чтобы не путать их с настройками системы preferences но так или иначе вот новое название если вдруг вы где-то в старых видео по лоджику видите preferences имейте ввиду что теперь она называется settings на новой версии logic ну все остальное у нас осталось по-прежнему далее при экспорте у нас появилась новая категория то есть если мы экспортируем файл из лоджика у нас есть теперь новый пункт который называется include tempo information раньше мы не не имели возможности отключить эту функцию то есть всегда все что мы выводим из лоджика в виде аудиофайлов в этих аудиофайлах всегда автоматически была прописана информация о темпе в каком темпе проекта был записан тот или иной аудиофайл и бывали иногда моменты что этот аудиофайл был не совсем корректно записывать этот темп информации было не совсем корректно и при импорте в другие программы там в studio one в pro tools потом неграмотно работали всякие там стретчинг алгоритмы и прочее и вот теперь есть мы вдруг хотим вывести вот такие вот прям стерильные аудиофайлы без какой-либо мета информации внутри себя то вот вы можете поставить убрать точнее эту галочку при экспорте и у вас файл экспортируется без каких-либо данных о темпе она по умолчанию конечно же стоит так чтобы у вас как и в прошлые разы у вас все экспортировалась с темп информации но вот имейте ввиду что теперь эта функция добавилась далее следующее у нас очень важная функция это то что наконец-то лоджик стал работать с 32 битами то есть 32 битные файлы теперь поддерживаются лоджиком и самое главное поддерживаются встроенным браузером потому что за последние годы особенно последний год-два когда очень много новых пользователей и стала переходить на лоджик с других секвенсоров так как у этих пользователей уже была накопленная своя библиотека сэмплов ваншотов каких-то лупов они как правило все идут сейчас в 32 битах для максимального качества звука и возможности работы там с динамическим диапазоном и в лоджик эти лупы и аудиофайлы просто не воспроизводились то есть если вот здесь браузере нажимали то вы просто не могли послушать то есть вы слушаете даже нажимаете но ничего не производится и люди всегда в нашем telegram чате задавали вопрос а что делать почему что происходит почему часть сэмплов воспроизводится часть не воспроизводится и единственным ответом было конвертировать из 32 бит в 24 бит и тогда лоджик позволял все воспроизвести и работать внутри лоджик с этими сэмплами это осталось в прошлом теперь мы можем работать напрямую с 32 битными файлами их импортировать импортировать также аудиозаписи со студией где там например в том же порту усе или в кубейсе записывал с 32 2 бит с плавающей запятой теперь лоджик эти файлы принимает он их не конвертирует скажем так специально в 24 биты как это было раньше то есть если вы импортируете 32 битные файлы они автоматически конвертировать 24 бита теперь они прям так и будут конвертироваться и вы сможете работать именно в этом формате внутри лоджик это очень здорово это очень круто так что мы наконец-то дождались ну что ж таким было обновление лоджик обязательно напишите в комментариях какое одна какая фича для вас была самой долгожданной напомню для меня это конечно же gain tool хотя он и не совсем был так реализован как я это предполагал но это лучше чем ничего ну и конечно же улучшение смарт-темпа для меня тоже кажутся очень важными и очень прямо такими актуальными ну а ваше мнение очень жду в комментариях пишите как вам апдейт напомню что он доступен для всех у кого версия mac os 12.3 и старше то есть это monterey 12.3 и также ventura естественно тоже поддерживается и как я сказал часть функций с бинауральным аудио она доступна только на ventura ну что ж с вами был дмитрий урсул пользуйтесь новым лоджиком пишите в комментариях вступайте в наш чат и задавайте свои вопросы там я всегда на связи всегда рад вам ответить на ваши вопросы по лоджику и по звуку и не только подписывайтесь на канал ложек про help чтобы не пропускать новые видео потому что здесь их будет довольно много и довольно регулярно поэтому заходите и смотрите новые функции новые фичи какие-то полезные советы ну еще раз повторюсь с вами был дмитрий урсул всем успехов творчестве увидимся следующих видео всем пока